Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета вошла в топ 70 европейских бизнес-школ по данным рейтинга QS Global MBA Rankings. Важно, что КФУ впервые участвовал в данном рейтинге и сразу же вошел в топ, расположившись в диапазоне 61 плюс среди вузов Европы и в диапазоне 201 плюс в мировом зачете. Оценивалась программа MBA. Всегда MBA или мастер программы мастер в администрировании, это считается, ну как вам сказать, лицо университета. Очень важно, если мы позиционируемся себя как университет 3.0, переходящий в 4.0, иметь мощную продвинутую программу MBA для того, чтобы показать, насколько хорошо мы связаны с промышленностью и насколько можно глубокие прикладные знания получить в нашем университете. Программа MBA занимается подготовкой менеджеров нового поколения, обладающих навыками эффективного управления устойчивым бизнесом и адаптированных к современным условиям внешней среды. Программа MBA Казанского федерального университета имеет большую историю. Она была создана в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом экономики и финансов и французской высшей коммерческой школы «Эсидек» на базе высшей школы бизнеса КФУ, основанной в 2000 году. Сейчас уже география расширилась, еще активно участвуют и другие вузы и в первую очередь группа Месоедова, это программы MBA, это Ранхикс. Если раньше у нас был общий менеджмент, дженерал менеджмент, так называемое направление, сейчас у нас успешно реализуется в партнерстве с крупными предприятиями, специальной программой в медицине, в IT и в сельском хозяйстве. Методология рейтинга QS Global MBA Ранхикс располагает оценку по пяти основным показателям. Трудоустройство, возвратные инвестиции, предпринимательство и выпускники, академическое превосходство, академические группы и их разнообразие. У нас довольно-таки достойно оценены наши выпускники, их уровень работы, уровень материальной стороны наших программ, но нам стоит поработать над узнаваемостью нашего университета в части работы с работодателями и совершенствование сбора некоторых показателей, как трудоустройство наших выпускников, например, в частности уровня MBA, чтобы мы получали какую-то некую обратную связь от них. К слову, в предыдущем рейтинге 2019-2020 годов российские вузы не были представлены. В этом году Россию представили КФУ и МГИМО. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюс.